Сейчас Кэсти уезжает к ребятам в Туапсе. Извините, я как будто бы сама еду. Но я пока не поеду. Потому что... Потому что не поеду. Твои предсмертные крики перед апокалипсисом. Последние слова. Перед новой жизнью осталось два дня. На вам что-то пошлое приходит. Ну и что? Пусть пошлое будет. Ну, даже не знаю. Ты прожила хорошую жизнь? Нет, я дерьмовую жизнь прожила. А чё ж ты мухала-то всю жизнь? А чё ты мухала всю жизнь? Чё делала? Ну, чё ты тормозила-то? Говно прожила. Как так? Помирать уже, а ты говно прожила. Я не думала, что всё так быстро закончится. Я думала, что ещё успею. Вот все так думают, что они ещё успеют. Нихуя вы не успеете. Ну, на самом деле, немного-то я успею. Что ты успеешь? За два дня что ты успеешь? Умирать не страшно, на самом деле. Я тут недавно вообще помирала. А какая разница, страшно-не страшно? Это фишка не в том, что страшно. Типа неохота. Типа, как бы, интереснее жить, чем помирать. Это тут не в страхе дело. На самом деле, ты же не знаешь... Ты не знаешь, куда ты умрёшь? Может быть, ты живёшь, а кто-то не умрёшь? Да как что, мне есть куда-то, разве куда торопиться? Да хуй знает. Тут поживу покайфую, там поживу покайфую. Я никуда не тороплюсь. И кошка тоже, честно. Кошка офигенно. Типа, кошка. А-а-а. Я точно не еду. Лично. В Кострому. Ты в Кострому едешь? Я тебя туда не буду провожать. Шутка. Я еду, но куда не скажу. В смысле? Ну, туда, но я не скажу, куда я еду. Нахуя для потомков? Пусть они не знают, куда я еду. Почему? Наоборот, для потомков всегда важно, куда ты едешь. Нет, для потомков важна идея, а не человек. Для потомков важна. Да для потомков нихуя, на самом деле. Им похуй. Да, им похуй. Тем более, два дня осталось. Какие потомки? Какие нахуй потомки? Бля, а что ты тут так ходишь? В Дименых. Сквер мы принесла тут на своих ногах. А где Димин самотык? Ну-ка, давай ему привет передадим. Блядь, я не хочу мужское место. А, ты выкинула? Да, конечно. Зачем? Да нахуй он нужен. Мне бы подарила лучше. Не, правда, зачем ты выкинула самотык? Он Димин, от него плохая энергетика исходит. Но он же не пользовался им. Ну, почему он Димин? Почему плохая энергетика от него исходит? Ты видишь, я не вижу плохой энергетики от Дима. Ну, понятно, потому что он розовый и пахнет Димой. Тебя все розовые возбуждают. А если уж еще и Визиной пахнет... А где ты видела, чтобы меня розовое возбуждало? Ты хоть видишь, что мне розовое? Нет. Ну, это не показатель того, что тебя не возбуждает розовое. Так ведь. Так ведь. Ну вот, смекаешь? Не, ну ты же не видела ни одного подтверждения. Ну, вот видишь, розовое. У меня даже... Ну что, никаких признаков возбуждения нет. Я тебя отвечаю, что ли? Я тебя отвечаю. Все наебли, а? Все наебли. Что за мир? Все мир это наебка? Конечно, великий... Да, Кристи, ясен пень, это наебка. Ну да, мне тоже так кажется. Вы что, не видите, что это наебка? Не видно, что ли? Ну что, посетит меня откровение апокалипсис или нет? Да давай, ничего нет. Ну что, давай. Я его ждала. Я его, знаешь, сколько? Я его 10 дней назад ждала. Две недели назад я ждала. Не пришло ко мне откровение. Вот так вот. Что за хуйня? Почему оно не приходит, когда его ждут? И почему оно приходит, когда его не ждут? Таково оно. Откровение. Предатель ты откровение предатель. Оно не предатель. Как не предатель? Оно не предатель. Не предатель? Нет. Почему же, когда оно нужно, его нет ряда? Почему, когда я нуждаюсь его помощи, его нет ряда? Разве это не предательство? Лейла, что? Верь. Верить? Верь. Просто верь. Верить до конца? Да. И даже если мне будет хуёво. А ты знаешь, что? Если когда начинаешь верить, хуёво никогда не стаёт. Кстати говоря. И даже в сложные моменты.